Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В кресле гостя новый председатель городского совета ветеранов Валерий Иванович Конопадский. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Рассказывайте, с чего вы начали свою работу? Мы начали работу с того, что 11 ноября состоялась девятая конференция ветеранов города, на которой избрали меня председателя городского совета ветеранов. Вы были к этому готовы, к решению такому? Я всегда ко всему готов. Как человек военный в прошлом? Как человек военный в прошлом. Ну, конечно, было неожиданно. Предложения поступили от ветеранов. Вопросы обговорили, согласовали. Ну и решение было принято побороться за городской совет ветеранов и возглавить его. А какова численность сейчас? Численность городского совета ветеранов большая. Это одна из многочисленных организаций города. На сегодняшний день насчитывается более 137 тысяч ветеранов в городе. И всех надо охватить вниманием. И всех надо охватить вниманием. Тем более, что первичные ветеранские организации, у нас вообще ветеранская организация построена по территориальному признаку. Поэтому охватить масштабы такие большие, конечно, это работа большая. Но я думаю, что она под силу и мне, и президиуму Совета ветеранов, Совету ветеранов, который избран на конференции. Думаю, оселим эту работу. С чего начнете? Самые первые серьезные шаги? Может быть, это будет какая-то реорганизация небольшая или новый взгляд просто на текущие проблемы? Реорганизации, как таковой, я думаю, что не будет. Почему? Потому что городская организация ветеранов имеет большой опыт, накопленный годами. Не один год уже ветераны показали свою дееспособность, умение трудиться, умение идти со временем. Значительно, наверное, улучшилась работа в последние годы в связи с тем, что более активно стали работать молодые ветераны. Те, которые ушли на заслуженный отдых и сейчас возглавляют ветеранские организации первичные прежде всего. А так, работа выстроена, изменений, я думаю, что в ближайшее время не будет, потому что прошли конференции, завершилась уже городская конференция ветеранов. В ближайшее время мы наладим работу, изучим то состояние, которое есть, а дальше будем смотреть по обстоятельствам и пожеланиям ветеранов, что необходимо сделать, что оставить на месте, а что может быть немножко усовершенствовать. Давайте напомним, какие задачи вообще решает Совет ветеранов? Самые какие-то насущные проблемы? Основная задача перед ветеранскими организациями – это защита гражданских, социально-экономических прав, юридическая помощь, медицинская помощь, по мере возможности оказания помощи в патриотическом воспитании молодежи. Это из главных задач. И, конечно же, работа с молодежью и военно-историческая работа, которой сегодня придается такое актуальное значение. Потому что те события, которые происходят в мире, без вмешательства ветеранов, людей, которые прошли и дороги войны, и на трудовом фронте потрудились, и те, которые поднимали сельское хозяйство, промышленность России, Советского Союза, они готовы сегодня передать свой опыт и сплотить молодежь, показать им правильный путь, по которому сегодня мы должны идти и ориентироваться на то прогрессивное и положительное, что было в истории нашей. А как вы планируете эту работу проводить? Молодежь сейчас любит все электронное, в электронном виде, любит какие-то онлайн общения. Ну, время у нас такое, когда нужно все-таки в ногу со временем шагать. Люди вашего поколения сейчас как раз осваивают все технические новинки. Как вы будете взаимодействовать? Я понимаю, что работа уже идет, но, может быть, от вас следует ожидать чего-то нового. Да, сейчас, конечно, одна из проблем, которые я вижу в организации, в своей работе, которая необходимо будет жить, это, конечно, привлечь более молодых ветеранов к этой работе. Почему? Потому что они уже ближе к молодежи, а ветераны Великой Отечественной войны, которых, к сожалению, осталось не так много, старшего поколения, тяжеловата уже работа с молодежью, которая, в самом деле, пользуется самыми современными нанотехнологиями в работе, в своей деятельности, ну и общаться не так легко. Но есть те ветераны, которые садятся за ноутбук. А кроме этого, есть какой-то пробел во взаимоотношениях между вашим поколением и совсем молодыми? К сожалению, есть пробелы. Мое поколение ближе к молодежи, но у нас еще есть старшее поколение ветеранов, тем, которым уже сегодня за 80. И вот этот как раз пробел в этих двух поколениях ветеранов, он ощутим. Но я думаю, что сегодня настолько оперативно работают все службы, работают и молодежь, и ветеранские организации, работает образование, что мы сумеем в ближайшее время, привлекая молодых ветеранов к работе, к деятельности и привлекая их именно к работе с молодежью, мы сумеем преодолеть вот тот незначительный такой момент, когда не всегда мы говорили на одном языке, не понимали друг друга. А расскажите немножечко о себе. Хочется понимать, кто возглавил Совет ветеранов. Я понимаю, есть круг людей, которые вас хорошо знают, но наши телезрители могут и не знать. Автобиерафия у меня военная. Закончил Новосибирское училище в Сахичи в 79-м году. После окончания училища через полгода был отправлен для прохождения службы, выполнения интернационального долга в Республику Афганистан. В должности заместителя командира мотострелковой роты по политической части. Прослужил там два года. По окончанию службы в Афганистане был направлен в Закавказский военный округ. Оттуда поступил в военную академию имени Ленина, который окончил в 88-м году. После окончания академии Ленина отправлен на Северный Кавказ. Сейчас опять выполнение конституционного долга по защите. Сейчас у вас будет спокойная работа, наконец-то. Или это нельзя сказать? Сейчас неспокойная работа, потому что люди моего поколения, те, которые прошли дороги моей войны, те, которые имеют большой опыт, у меня 33 календарных года, военной службы и 9 гражданской службы, государственной службы. Поэтому, как правило, это люди, которые сегодня и желают, и способны много дать и для ветеранского движения, ну и для воспитания и нравственного, и патриотического воспитания молодежи. Молодежь их понимает. Именно вот тех людей, кто прошел дорогами войны, кто ощутил на себе вот те задачи, которые ставились перед молодым поколением в 70-х годах, в 80-х. И тем более наша область, наш город, значительная часть военных, военные училища здесь дали такую определенную базу для того, чтобы молодежь, в самом деле, относилась очень хорошо к ветеранам, к пожилым людям и с уважением воспринимали их вот такими, как они есть. И помогают в этом. Ну и пользуясь эфиром, пару слов своим соратникам, скажите, пожалуйста. Я хотел бы обратиться к ветеранам, тем, кто желает работать в общественных организациях, ветеранам войны, военной службы, воинам-афганцам, те, кто выполнял свой долг по защите интересов России на Северном Кавказе. Надо активно вступать в ряды ветеранского движения, помогать совместно с властью работать на общее благо рязанцев, жителей нашего города. Ну и для того, чтобы молодежь гордилась нами, чтобы молодежь сегодня чувствовала, что старшее поколение, достойное поколение, которое требует и внимания, и заботы, и в том числе много значит для того, чтобы наша Родина была великой и богатой. Спасибо, удачи вам на новой должности. Это была программа подробностей. До встречи. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова